Подходит к концу первая неделя Олимпиады в Токио. На протяжении семи дней наших спортсменов, выступающих в этом году без национального флага, поддерживала вся страна. Акции в адрес олимпийцев прошли и в Десногорске. 28 и 29 июля в Десногорске финишировало всероссийское движение «Поддержи нашу сборную». Так, 28 июля при содействии Смоленской атомной станции был организован и проведен велопробег по улицам города. Под символом страны триколором объединились дети и взрослые, работники станции, представители администрации, волонтеры, спортсмены и все захваченные патриотической идеей жители города. Этой акцией мы поддерживаем спортсменов, которым запретили выступать под своим флагом, поэтому у каждого есть триколоровские ленты на груди. Таким образом, мы говорим о том, что мы верим наших спортсменов в нашу страну и говорим о том, что в нашей стране есть достойные спортсмены. Это важно не только для нас, но и для всех спортсменов, которые, я думаю, ощутят на себе всю эту поддержку. А в пятницу, 29 июля, у летней эстрады дети из оздоровительного лагеря «Созвездие» подняли над головами российский флаг под звуки национального гимна. Каждому удалось стать частью единого целого и почувствовать свою связь со спортсменами в Токио. Я думаю, что такая поддержка помогает нашей сборной, и они сразу становятся уверены в себе, в победе, что мы поддерживаем их и не боимся, что они проиграют или выиграют. Мы будем всегда за них. Отметим, что из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры также проходят без болельщиков, а значит, наша сборная лишена двойной поддержки. Но принятые дискредитирующие меры не могут запретить болеть за спортсменов дома, прославлять флаг и гимн страны и, самое главное, гордиться достижениями российских олимпийцев.